Моим зрителям привет! Сегодня воскресенье, сегодня день возле камина, потому что на улице дождь, и вообще ничего не хочется, не хочется никуда выходить, поэтому я дочитываю свою книгу, вот эту, Шантерам. Прекратите кричать, пожалуйста. Я дочитываю эту книгу, но я вот в очередной раз убеждаюсь в том, что у меня реально большие проблемы с именами. Очень часто, когда люди представляются мне, мне приходится в уме несколько раз провернуть на языке, вернее, их имя для того, чтобы запомнить реально, потому что потом, когда встречаю человека, мне очень неудобно, что я не помню его имени, вот, но с книгами та же самая история. Вот смотрите, например, сейчас я читаю, особенно если какие-то имена такие, например, Хадер Бхай представил их мне как Эндрю Феррейру из Гоа, Салмана Мустана и Санджая Кумара из Бомбея. Причем я вот сейчас на 276-й странице, и там какой-то, как его там зовут, Фарид его пригласил в гости, но я уже, честно говоря, забыла, кто такой Фарид. Вообще забыла, понимаете, потому что он был где-то в начале книги. Поэтому то же самое с Войной и Миром. Я могу рассказать, о чем это было, но я совершенно не помню имен героев, а их там было около 600, кажется, да? Офигеть, дождичек льет. Ничего не видно аж. Один котяра дрыхнет. Ну ты и дрыхунтла. Ой, ты мой дрыхун маленький. Когда дождь идет, правда, хочется поспать. Хочется поспать еще чуть-чуть. Устал. Пока мой муж там смотрит политические дебаты всяческие предвыборные, я себе готовлю вот такой вот чай, который называется Будэх. Ну, вроде как счастье. И мне кажется, что вот этот чай по своим вкусовым качествам, ну, очень подходит к книге, которую я сейчас читаю. Прямо, знаете, такая у меня Индия в Индии. А, тут, кстати, какой-то Абдуллахам изображен. Вот, поэтому я вот эту книжку читаю и уже вторую кружку этого чая дую. Надеюсь, ничего вредного в нем нету. Хмель есть, хмель есть, корица, кажется, и очистки, очистки от апельсинов. И конфетку одну слупаю из своих запасов. Кстати, мама, больше мне конфеты не присылай. Смотри, вот эта вот ваза полная еще. Тут еще казинаки остались даже. Дети уже два месяца не могут съесть. Я их подъедаю потихонечку, но они почему-то конфеты не едят. Это вот такие у меня впервые в жизни вы можете увидеть детей, которые не едят конфеты. А что, собственно, ты уснул-то на диванчике? Дело в том, что у Ленки сегодня был сбой какой-то, видимо. Потому что она два или три раза ночью приходила к нам в комнату. Я уже в результате оставила ее спать с нами. Думаю, бог с ним, не буду я ходить по дому ее перекладывать. Потом слышу в 6 часов утра какой-то странный звук. Она пришла, включила тут свет, взяла книжки и делала вид, что читает. Такая ням-ням-ням-ням-ням. Потом, слышу, пошла в комнату к Тео, попросила, чтобы он ей книжки почитал. И он, видимо, совсем устал, бедненький, потому что вчера она очень долго не могла заснуть. Обычно в 9 часов уже все спят, а это вчера где-то до... Ой, почти до 11 часов не могла уснуть, потому что она спала до 6 вечера. Вот так. Потом не могла уснуть. Поэтому сейчас вот скоро 4 часа вечера. Пойду-ка я ее разбужу, чтобы избежать еще раз такой ночи. И его надо разбудить, а то он перед телевизором уснул, бедный. А еще я хотела с вами поделиться некоторыми секретами стирки одежды. Я при стирке одежды добавляю немножко... Как это называется масло? Масло пахнючее. Арома масла. Вот как оно называется. Но все не так просто. Вы не можете добавить непонятно какое масло. Значит, первое, что я хочу сразу заметить. Если вы будете использовать арома масла при стирке, раз, используйте только натуральные масла, и два, машинку придется чистить примерно 1 раз в 2 недели. Я имею в виду добавлять средства, да, проворачивать машинку без одежды, со специальным средством, которое очищает машину. Почему? Потому что такое масло имеет свойство все-таки закрепляться на различных трубах, инструментах, которые есть внутри. И рано или поздно ваша машинка просто может перестать работать. Вот. И тем не менее, если вы не забудете каждые 2-3 недели там ее чистить, то в принципе масла использовать можно. Однако я не использую какие-нибудь. Первое, как я уже сказала, это био. И потом все зависит от того, что я стираю. Если это детская одежда, то я вообще ничего туда не добавляю. Потому что реакция малышей, деток, она может быть необъяснимой на различного рода вот такие арома масла. А вот если это наша одежда, то в таком случае я особо не парюсь по этому поводу. И сегодня я стираю нижнее белье, и, конечно, я добавлю несколько капель и ланг, и ланга в бак для поласкивателя. Если же это спортивная одежда, особенно спортивная одежда моего супруга, он играет очень много в теннис, его одежда потеет, я добавляю туда немного масла мяты. Вот. Но ни в коем случае не добавляйте масла, арома масла, если вы стираете носочки. Особенно если эти носочки спортивные. Я сейчас объясню почему. Потому что при взаимодействии арома масла и пота, когда вы бегаете, занимаетесь спортом, могут быть не только аллергической реакцией, но и запах может быть непредсказуемым. И не самым лучшим. То есть вы можете постирать, носочки будут очень хорошо пахнуть, вы их одеваете, побежали бегать там или заниматься каким-либо другим видом спорта, приходите домой, обувь снять достаточно стыдно, потому что запах может быть, ну вот правда, вот прямо непредсказуемый, чего угодно. Вот такие вот секреты использования арома масел. У меня очень-очень много различных арома масел, но для стирки я использую всего три. Вот иланг, иланг это для нижнего белья и некоторых моих кофточек, да, которые именно я ношу, и они соприкасаются с моим телом. Для спортивной одежды своего супруга я использую мятное масло. И у меня есть еще сосновое масло. Знаете, для чего я его использую? Для стирки различных тряпочек, губок, половых тряпок, то есть все, что такое для дома, да, я вот его стираю с сосновым маслом. Ну, как я уже говорила, и для дома я хочу поменять запах дома, да, потому что в квартире у меня был один запах, а в доме мне хочется другой. И скорее всего для одежды тоже, у меня вот почему-то другие мысли по поводу одежды возникли. Мне кажется, что тоже будет запах лаунжа, апельсина, лаванды можно добавить. Лаванду я, кстати, тоже добавляю, масло лаванды для стирки белья, белья для кроватей, вот так, простыни, одеялы, подушки, кстати. Моя машинка, вот эта тоже, ну, у меня как бы и не было других машинок никогда. В них можно стирать одеяло и подушки. И вот, когда я стираю одеяло и подушки, я добавляю лавандовое масло. И, кстати, с тех пор, как я это делаю, у моего супруга пропали проблемы со сном. Со сном? С. Со сном, правильно сказал? Потому что раньше ему очень было трудно спать, он очень тяжело засыпал, просыпался по ночам. Но, как я только начала использовать это масло, он начал очень хорошо спать. Более того, я была в регионе Тулузы и купила ему мешочек такой с настоящей лавандой. И кладу ее под кровать. Вот такие вот секретики на сегодня. Поразительный ребенок. Полночи гуляла, теперь полдня дрыхнет. Так и спит, а? Надо вставать уже, дочка, а то опять потом всю ночь спать не будешь. Целый день с утра дождь лил, а как солнцу пришло время садиться, все тучки куда-то срочно разбежались. Я сегодня как старая бабка-ворчунка. Все не так мне. Кстати, помните, я вам говорила, что под домом еще есть куча всего? Вот она дверь. Если туда спуститься, то там, в принципе, такая же самая территория, как вообще, как весь сам дом. А еще у нас есть... Так, это вот здесь все хранится у нас. У них, или теперь можно сказать, у нас тут хранятся всяческие эти... Сейчас скажу. Всяческие стулья, матрасы и все, что нужно для купания в бассейне. Здесь тоже можно переодеться. Это душ, его надо будет поставить на улицу, когда начнется купальный сезон. А еще у нас здесь есть туалет. Для тех, кто купается в бассейне и решил сходить пописать. Уличный такой вот туалет возле бассейна прямо. Еще мадам мне сказала ухаживать за всеми ее цветочками. А здесь цветочков, так сказать, на знаете, не наухаживаешься. А у этих партизанов только появилось время выскочить, вернее, возможность выскочить на улицу. Они уже тут, как тут, уже сидят там где-то. А как здесь можно пройти, интересно? Они уже тут. А во что вы играете? Кстати, хотела сказать. Вот это, которое рядом с нами, это Maison du Retret. Это значит дом престарелых. Люкс. Я иногда наблюдаю в окошке к ним по вечерам. Им там сервируют столы. Их на колясках этих инвалидных подвозят туда. Раздают им там соус подливают. Вот так. Вывозят их всех на прогулочку. В общем, а запахи какие здесь с утра? Они начинают готовить часов в 10 их обед. В 10 часов здесь находиться невозможно. Так вкусно пахнет. Они в прятки играют. А она его ищет, уже полчаса найти не может. Он за деревом там спрятался. Здесь только место для них. Я знаете, что подумала? Наверное, будет не очень стыдно стырить одну веточку мимозы и поставить ее где-нибудь возле камина. А что стырить? Она на нашей территории вон находится. Интересно, что это за бак такой? Что это за бак такой зеленый? Может, это для того, чтобы бутылки сбрасывать? А то мы не нашли. А ну-ка я туда пройду как-то. Это что это за бак такой? Все, что угодно здесь видела, а вот этот бак не видела. А, это какие-то трубы. Господи. А я стырила веточку мимозы. О, смотрите, как украшает мой кадр эта веточка мимозы. Можно теперь пойти. Знаете еще, что мне нравится в этом доме? Что если смотреть с улицы, то, в общем-то, какой-то маленький, хиленький домик вот это, да? А с другой стороны как бы все прекрасно этого дома. Кстати, я еще забыла сказать. Вот как бы этот дом, да, наш, это гараж. Но мы без гаража сняли. Этот гараж для того, чтобы сбросить туда ненужную мебель, если надо. И машина хозяев там хранится. А вот здесь вот, если открыть, здесь отдельная квартирка, девочки. Здесь тоже там две комнаты, ванная, туалет, кухня, стиральная, посудомоечная машина. Короче, все есть. Пойду-ка я украшу этот камин. Вот сюда, возле нашей фотки положу. Смотрите, как красиво. А не скрасит ли нам вечерок бокальчиком или двумя розового шампанского? В чем отличие розового шампанского от белого? Какая отличие от розового шампанского? Я кулех. Просто цвет. Ну, за что-нибудь. У бабы, какая? Дом. Дом, опять дом. Ну, давай. А мне где? За семью, точно, отлично. А у нас сегодня на ужин не очень здоровая пища. Картофель фри, который Тео сервирует. И у нас еще будет курочка в меду и в лимоне, как всегда. По воскресеньям мы всегда курочку кушаем. Всегда, всегда, всем. Но не переключайтесь, потому что у нас потом еще будет сыр в камине. Ну, ты наглый мужичок. Я хотела поснимать, как ты это делаешь. А теперь, получается, буду снимать только, как ты вытаскиваешь. А ничего и не видно, ко всему прочему. Ну-ка, покажи. Вот этот сыр прямо в обвертке он продавался. И было написано, что это специально для того, чтобы его поджарить, так сказать, в камине. Ну-ка, покажи, подожди, подожди. А-а-а, он аж течет. Ням-ням-ням. Субтитры сделал DimaTorzok